В последний торговый день уходящего года нефть ведет себя спокойно. Котировки практически не меняются. Трейдеры закрывают позиции перед новогодними праздниками. Российский рубль в паре с долларом, как и прогнозировалось, завершает год на отметке 62 пункта. Котировка Brent незначительно снизилась. Баррель эталонной марки оценивается в 68 долларов 39 центов. Техасская нефть подешевела в американскую сессию. Сегодня она также торгуется со знаком минус, теряя 0,08%. За бочку WTI на рынке предлагают 61 доллар 54 цента. Участники рынков завершают год в приподнятом настроении и с хорошим аппетитом к риску. С утра Китай порадовал новой порцией позитивных данных. Производственная активность в стране выросла второй месяц подряд. Сезонный спрос и признаки прогресса в торговых переговорах с Вашингтоном увеличили объемы выпуска продукции и заказов. Ожидается, что в следующем году цены на нефть в основном будут находиться в плюсе. Рост будет ограничивать сохраняющееся давление на мировую экономику. В качестве препятствия могут выступить высокие уровни добычи санпланцевой нефти в США в первом квартале. В уходящем году Brent подорожала примерно на 24%, WTI набрала почти 36% стоимости. Это наиболее сильный годовой рост обеих марок за последние три года. Мощную поддержку котировкам оказалось снижение торговой напряженности и сокращение производства странами ОПЕК+. Рубль оправдал прогноз и завершает год на отметке 62 в паре с долларом. В уходящем году россиянин серьезно окреп, но не отыграл обвал 2018 года, когда его потери превысили 17%. По состоянию на 30 декабря рост российской валюты в паре с американской составил 12,6%. Будущий год обещает быть спокойным для рубля. В первом полугодии он может укрепиться, а во втором – ослабнуть. В начале года пара USD-RUB будет колебаться в районе отметок 62-64. Эксперты пророчат стабильность рублю, но внешних шоков никто не отменял. Впереди выборы президента в США, а рынок, как известно, крайне чувствителен к предвыборной повестке. В выходящем году на стороне рубля были практически всевозможные обстоятельства. Это и дорогая нефть, и стабильная внешняя конъюнктура, и хорошая реакция внутренней экономики на стратегию Банка России и снижение ставки. Год выдался удачным для инвесторов. Будем надеяться, что как минимум начало следующего окажется столь же впечатляющим. С Новым годом!